Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем на родине РП, центральный округ. Не забывайте водить мой ник при регистрации, мой ник Кирилл Путболви. Если вы прокачаете третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому, пацаны, обязательно водите мой ник при регистрации. У нас будет сегодня тест Ламборгини Хуракан с лаунч контролем. Лаунч контроли это такая интересная штука, про которую я вам чуть позже расскажу. Давайте просто сядем за руль и попробуем на ней вообще прокатиться, на этой машине, хотя бы как она в стоке едет, потому что я на Хуракане вообще не ездил. А еще с лаунч контролем, пацаны, я вообще это просто будет жестко. Диего Бласк, большое тебе спасибо за то, что предоставил мне свою машину для видео. У него такой Хураканчик на красивых номерах, очень даже прикольный. Давайте прокатимся. Он и так уже неплохо едет, а с лаунч контролем, мне кажется, это будет реально очень круто. Что такое лаунч контроль, пацаны, давайте я вам сейчас расскажу. Когда вышло глобальное обновление, по-моему, добавили такую штуку, как лаунч контроль. Вы просто пишите вот донаты, и здесь будет такая вот тема, как лаунч контроль. Вот эта тема, она стоит 4000 за монет. Это достаточно много на самом деле. Я не знаю, он покупал за донаты этот лаунч контроль, либо он уже купил машину с ней, но это довольно-таки круто. Можно трюки делать, как ты на Мурке, только в то раз круче. Но можно будет это попробовать, если вам зайдет на видео, пацаны, то я попробую на ней трюки еще поделать. Короче, как работает эта лаунч контроль? Я так понял, нам нужно отъехать, остановиться вот так вот, прямо просто, и зажать вперед и назад одновременно. И здесь появляется такой лаунч контроль. Вот лаунч контроль, и сейчас, по идее, у нас должно быть сработать. Ох, нихуя себе! Ого! Вот это, пацаны, жестко! Вот это жестко! Блин, 4000 за монет, это, конечно, дорого, но, блин, это реально прикольная такая тема. Максималка, давайте посмотрим, кстати, максималку этой машины. Еще, кстати, швита первого лица есть, я забыл об этом. Ну, лампа, конечно, топовая тачка, мне она очень нравится, я бы себе в жизни хотел бы, конечно, ламбу. Бля, кто бы в жизни себе не хотел бы ламбу, пацаны? Мне кажется, каждый бы хотел себе ламбу. Просто у меня в другом проекте есть ламба, я от нее очень сильно тащусь, и хотелось бы, конечно, купить себе ламбу и на родине. Я бы тогда вообще был бы очень доволен. Пацаны, я, короче, узнал цены. Раньше эта машина стоила 20 миллионов, сейчас их продают с лаунчем по 25-30 миллионов. А вообще, без лаунча, стоковую ее можно купить за 20 миллионов. Блин, 20 миллионов достаточно много, потому что у нее всего лишь есть 7 миллионов. Я могу там Крузак продать, Мерседес, но мне кажется, мне не хватит на это деньги. Ну, в принципе, будем радоваться хотя бы этой Ламборгини. Сейчас поедем, покатаемся, посмотрим, на что все-таки она способна. Попробуем попрыгать-то по трамплинам. Блин, здесь раньше, короче, трамплины были по этому островку. Были, короче, трамплины очень прикольные, но их, к сожалению, убрали, поэтому... Сейчас придется искать другое место, где, в принципе, можно попрыгать. Так, пацаны, вот здесь есть, короче, горочка, давайте сейчас попробуем. Ни хера себе, она даже назад поехала. Так, стопэ. Так, давайте попробуем. Блядь. Бля, бля, колеса. Я колеса пробил. Бля, я тупо ему колеса пробил, я забыл, что такая тема есть. Поехали к Анашану закупим. А нам за это ничего не будет, что мы с пробитыми колесами едем. Ну, такое себе, пацаны, хотел стартануть вверх, и в итоге пробил колеса. Ну, такое себе. Ну, ладно, каким-то образом, я думаю, мы сможем доехать. Фух, пацаны, с горем пополам, мы просто доехали сюда. Я тачку просто ушатал жестко. Сейчас зайдем, короче, купим ремок, потому что нужны ремки, реально. Так, пацаны, все, мы подчинились. Теперь можно попробовать затестировать. Так, берем еще раз, вот так вот нажимаем, нажимаем, ждем, пока будет буст. Ииии, пошла. Ох ты, блядь, какая пушка просто, просто пушка. Блядь, я тоже ламбу хочу с ламыш контролем, пацаны. Киньтесь мне кто-то на ламбу, 20 лямов. Я буду очень рад. Ладно, я, конечно, зашучу, но у кого есть бабосики, можете поделиться, конечно. Ну, блин, если мне раз еще маверик продать, можно купить ламбу. Но я не знаю, что лучше, маверик либо ламба. Мне кажется, и то, и то заебись. Ну, блин, как-то маверик жалко продавать, у меня уже 2 года. Ну, короче, посмотрим. Просто ламба, я очень ее люблю. Реально охуенная машина. И я хотел бы, чтобы у меня на родине была ламба. Но 20 миллионов у меня нету. Возможно, пойти в казино, подняться, попытаться. Но, мне кажется, это плохая идея. Ну, возможно, как-то и получится. До Б. Как он это представляет, если у нас только 2 места в машине? Какой-то чувак немножко странный. Так, пацаны, я нашел еще одно место. Блядь, это будет сейчас жестко. Мы сейчас, мне кажется, в деревья улетим. Так, раз, два, три. Ебать! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бедная машина. Надеюсь, я с меня не ебнул Деморган. Ярик, блядь. Ну да, Ярик конкретный. Ну, блядь, просто там не было в другое место, куда лететь. Только в деревья. Ну, блядь, это было реально круто, пацаны. Лауныш контроли, сука, это охуенная тема. Реально, я сейчас очень доволен. Возможно, когда я покатаюсь там недельку, месяцок, мне это все надоест. Но сейчас мне вот эта тема очень нравится, реально. Так, я нашел еще одно место, но здесь под горку очень жестко. Так, давайте туда, где-то вот сюда встанем. Потому что она с горки съезжает. Так, зажимаем, зажимаем. Главное, покрышки не проебать, как я это сделал. Я, правда, не понял, как я это сделал. Ох, ебать твою карусельку, нахуй. Ох ты, блядь. Ох ты, ёптвою налево. Так, это было жестко. Это было жестко, но тачка это выдержало. Тачка это выдержала, и это было реально жестко. Мы просто боком полетели. Давайте попробуем туда перелететь, в другую сторону. Вот реально, блин, давайте попробуем вот так вот. Так, сейчас попробуем перелететь на другую сторону. Реально тачка, блин, приносит кучу удовольствия. Блядь, ебать. Ох ты, блядь. Парковочка, нахуй, мастер шеф отдыхает, ёбан носос. Не знаю, что я пизданул, но это было прикольно. Так, поехали дальше, короче. Нет, ну это было прикольно. Давайте повторим. Ладно, давайте повторим. Только давайте уже в ту сторону повторим, чтобы было реально пожёстче. Так, давай-давай-давай. И... Ебать, карусель нахуй. Ох ты, блядь. Ёбаный насос. Ребать, крепкая машина, пацаны, я вам скажу. А, ну давайте пробуем рельсы прилететь. Или давайте пробуем отсюда пиздануть туда, на трассу. Бля, реально охрененная тема, блин. Ну, 4000 мазинок, конечно, да. Ох ты, блядь. Вот это вертушечка была. Нихера себе. Вот это я мастер просто, мастер, ебать. Мастер Йода просто. Вот это было красиво, кстати. Ладно, пацаны, это будем заканчивать. Мне реально очень понравилось. Если хотите ещё серию с трюками на этой Ламборгини, я надеюсь, подписчик мне ещё её даст после такого, то, пацаны, ставьте лайки. Давайте набираем здесь 100 лайков, и я сниму ещё серию, где мы будем жёстко делать трюки на ней. Потому что, блин, она реально может. Она может такие вот просто трюки делать, что это пиздец. Давайте ещё напоследок вот здесь пизданём. Я не знаю, у нас получится или нет, правда, но попробуем. Попробуем. Попытка как бы не пытка, поэтому сейчас мы улетим в космос, ебать. Встречать, ебать, инопланетян. Ох, ебать его в рот, пацаны. Ну, нормально, чё? Нормально. Приземляемся. Оп. Заебись. Отлично просто. Как будто ничего не было. Реально, как будто и ничего не было. А давайте в другую сторону. А давайте, давайте. Так, 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 давай, давай, давай. Ииии... Пошла. Почти, почти. Реально, почти как-то слабенько в этот раз было. Ладно, пацаны, я реально могу хоть час так делать, хоть два часа, потому что это реально очень годная тема. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите ещё видосы с этой ламбой, то просто поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если кто не понял, кстати, это вот есть этот лаунж-контроль, вот эта хуэта, короче, железная. Это есть лаунж-контроль, который делает эту машину ебанутой. Всё, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok